Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня на обзоре одна из самых популярных кварцевых моделей часов Orient UG0Q008B. Модель, как мы видим, выполнена в очень небольших габаритах, корпус маленький, из нержавеющей стали, обработка у него сбоку глянцевая. Задняя крышка у нас с информацией о производителе, о механизме, о водонепроницаемости. Минеральное стекло, плоское, совсем чуть-чуть выпирает над уровнем безеля, под стеклом мы видим черный циферблат, на циферблате надпись о 100 метров водонепроницаемости, в этих часах можно плавать, не боясь, что вода попадет внутрь, главное всегда держать головку закрученной, а она здесь раскручивающаяся на резьбе, вот мы раскручиваем, она выскакивает. Также на циферблате у нас рабкие цифры, они покрыты светонакопительным покрытием и оно же на минутной и часовой стрелках, посмотрите, они остроконечные, минутная очень длинная, практически до края доходит. Также в районе трех часов у нас полный календарь, день недели и число. Под циферблат у нас механизм HS9, точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц, питается он от батарейки SR920, примерный срок службы рассчитан на 5 лет. Настройка времени и календаря происходят естественно с головки, два положения здесь, лучше начать с настройки времени, чтобы понять где у нас полночь, где полдень. Для этого крутим часовую стрелку, вот у нас 12, дата меняется, день недели, значит это была полночь, поэтому сначала мы устанавливаем время, наше текущее время, после этого возвращаемся в первое положение, обратно. В этом положении по часовой стрелке выставляем день недели, вот например четверг и в этом же положении против часовой стрелки выставляем число. После того, как мы все настроили, обязательно не забываем закрутить головку. Ну а в темноте, посмотрите, очень красиво сейчас выглядит, никаких точек, зато достаточно подсвечены как цифры, так и обе стрелки, прекрасно считывается время. А вот так модель выглядит на руке, даже на моем небольшом 17-сантиметровом запястье, они уже кажутся маленькими, но это как раз для любителей небольших циферблатов, также они, я думаю, отлично подойдут и детям, и даже женщины могут их, девушки себе тоже купить. Ну и естественно мужчины, которым нравятся именно маленькие циферблаты, а он здесь 35 миллиметров в диаметре, высота по ушкам 41 миллиметр, то есть габариты очень-очень маленькие, при этом толщина здесь 9 миллиметров, а ширина нашего браслета 18 миллиметров, по обхвату он рассчитан на 20-сантиметровое запястье, то есть мне здесь где-то убавлять 5-6 звеньев, вес часов при этом уменьшится, а так он идёт 85 граммов. У часов достаточно сдержанный вид, поэтому они подойдут как под классику, так и под различные другие стили одежды, casual, спортивный, они, я думаю, впишутся вообще абсолютно в любой, также это идеальная модель и на каждый день, потому что все основные функции здесь в календаре, время есть, и всё хорошо, прекрасно считывается, как в дневное время суток, так и в темноте. В итоге отмечу, что модель действительно хороша, и вот в который раз делал обзор нам кварцевые именно ориенты, и всегда оставляют они у меня только положительные эмоции, ориент действительно даёт хорошую конкуренцию Casio, это действительно качественный японский кварц. Что касается плюсов, то здесь у нас точный механизм с батарейкой, достаточно долгоиграющий, календарь, как вы поняли, двух языковой, во-первых, испанский и английский, а во-вторых, он полный с днём недели и с числом. Неплохая водонепроницаемость, которая вкупе с закручивающейся головкой даёт нам часы, способные к плаванию, готовые к воздействию с водой, отличное свет накопительное покрытие, в темноте всё прекрасно считывается, и что я хочу особо отметить, это длина стрелок, посмотрите, здесь стрелка, например, минутная, доходит аж до самого края, то есть чётко считывается минута, при этом свет накопитель начинается именно от цифры, то есть если стрелка попадает на цифру, то в темноте мы видим и цифру, и стрелку, то есть ничего друг на друга не накладывается, вот длина здесь очень хорошо сделана, именно стрелок, это тоже, я считаю, плюсом. Что касается минусов, то отмечу здесь, во-первых, габариты, лично для меня они малы, часы действительно небольшого размера, и я бы себе такие не взял. Второй недостаток это цена, эта модель где-то в полтора раза дороже аналогов от Casio, и поэтому, наверное, пользуется меньшей популярностью, хотя, как вы поняли, она достойна внимания, и если уж вы надумали её покупать, то я, конечно, вам горячо рекомендую именно это сделать. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте её в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, но на этом всё, всем пока!